Что любится, что слышится, чем наше сердце полнится, то в голосе услышится, то в песенке приполнится. Добрый вечер! Мы рады приветствовать всех на программе Колесо Истории. Сегодня в студии блестящие, просто блестящие. Вот такая сегодня группа и действительно блестящая студия и совершенно блестящие участники. Ирина, Полина и Жанна. Итак, первый зритель на программе Колесо Истории. Кареты в путь. Поехали! Ну давайте мы вам предоставим право первое остановить кареты в удобное для вас время, в удобном для вас месте. И мы обнаружим того счастливца, который начнет наш путь со ста верст. Стоп! Давайте смотреть. Зеленая, желтая. Зеленая, зеленая. Красная, красная. Красный и зеленый начинают составить вам победу в следующий раз. Пожалуйста, садитесь в эти кресла, и мы начнем нашу программу. Мы начнем нашу сегодняшнюю программу с одной цитаты Казьмы Пруткова, которую вы, конечно, знаете. Глупец лишь гадает, мудрец же проходит жизнь, как огород, наперед зная, что кое-где ему выдернется репа, а кое-где и редька. Вот с этой цитаты мы и начнем нашу сегодняшнюю программу из цикла «Колесо истории». Ох, сеструха, не лады у меня с женой, с Полинкой вышли. Обмешурился. А что случилось-то? Да стал я подозревать, что Полинка изменяет мне. И даже понял, с кем. А как ты это выяснил-то? С помощью детективного метода. Что это за метод такой? Сейчас объясню. Прихожу я как-то с работы домой, смотрю, у калитки, значит, это стружечкой так посыпано. Дальше, значит, во двор выхожу, а пилочки лежат. На терраску выхожу, запах, знаешь, такой клейстера воняет. Ну, я, значит, вбегаю в спальню, дверь ногой вышибаю, смотрю, точно лежит на подоконнике. Господи! Стамеска. Точно! Значит, столяр. Всё, детективный метод. Ну, я же тебе говорила, не женись на ней, гулящая она. Да нет, это мой ум подвёл, ум меня подвёл. Так как оказалось-то, понимаешь, сосед рядом ремонтировал что-то, вот, понимаешь, стружечку-то ветром и нанесло. А пилки жена от свиньи несла, понимаешь, клейстером вонял, потому что она заклеивала окна. Ну, а стамеску я сам на подоконнике оставил. Ах, обмешурился. Погоди, ты что это тогда вот это, ну, по этому твоему дедуктивному методу? Дедуктивному, да. Ну, дедуктивному. Получается, что, Фёдор мне, что ли, с аптекаршей изменяет? Подожди, как же, ты что, карболкой, что ли, пахла, когда заходила? Не-а. С ты тоском, что ли, кровать нашла? Да не. Представляешь, иду из бани, ну, прохожу домой. Так. Дверь открываю, Фёдор лежит с аптекаршей. Ты что ж теперь делать-то будешь? Обожду. Если ты так со своим вот этим дедуктивным методом-то обмешурился, что ж я-то буду с выводом торопиться? Логично. Слушай, логично, сеструха, ты правильно всё сказала? Нас во всей этой истории интересует, собственно, одно. Тут такой был намёк, и говорить мы будем, расширяя эту тему, именно об этом. Будем говорить мы об аптекарском деле на Руси. Известно, что когда-то в древности в районе Измайлова был заведён первый аптекарский огород, куда было свезено, по-моему, около пяти или слишком пяти тысяч различного рода лекарственных растений. Вам остаётся только вспомнить, скажем так, когда этот был первый аптекарский огород, заведён на Руси. В 1470 году? В 1570-м или в 1670-м году? Нет, чем позже, тем лучше, наверное. Ну и что выяснили? Мы думаем, что в 1570-м году. Возможно. Что думаете вы? И мы думаем, что в 1570-м. Я думаю, что в 1670-м. Ну, естественно. Аптекарский огород в Измайлове был устроен в 1670-м году. Прибавьте жёлтым в 100 верст. Давайте ещё немного послушаем эту сладкую парочку. В разговоре среди них тоже скрыт один очень интересный момент. Ах, сеструха, ты всё тут чай попиваешь, а в жизни столько загадочного и удивительного случается. О-о-о-о! Это о чём? А ты знаешь, со мной однажды такой случай случился. Обрушился на меня, понимаешь, я погрузился в океанские хляби, понимаешь? В океанские? Да! Как-то я шёл, значит, это, у нас-то через клязьбу по мосту. Там же мелко. Да ты чё, три метра, а глубина-то. Ты чё, мост оворвался, что ли? Да нет, просто я через мост иду, и вдруг на меня лавина воды огромная обрушилась и начала меня смывать прям в клязьбу. Я схватился за поручни, сил нет, вода льётся на меня, и я прям раз и в воду свалился. Утоп! Как я могу утонуть-то, я же с тобой рядом сижу, ты что и... Так ты ж плавать-то не умеешь. Чудо, сеструха, чудо произошло, вот о чём я говорю. Слушай, у меня тут тоже на Медне чудо случилось. Да? Понимаешь, прихожу я к одному этому чудотворцу, а туда мужик пришёл, ну, на костылях парализованных, вот, и просит, значит, он вот этого вот-вот-вот ведуна, говорит, вылечи меня. Так. Вот, а ведун, значит, говорит, сейчас этот человек бросит свои костыли. Брось костыли, брось, 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 понимаешь, что ты? Бросил. Бросил. И пошёл. Кто? Ну, этот, с костылями-то. Как упадёт, он же парализованный. Упал, конечно. А чудо-то в чём, я не понимаю. Ну, не знаю, может, и тебя, конечно, это не чудо, а я своими глазами видела, между прочим. Да всё логично, сеструха, ты чё обиделась-то, всё логично, правильно-то рассказываешь. Опять вычленим с этого разговора, лишь самое начало, упоминая, в какое нелепое положение он попал. Шутки шутками, но на самом деле, в конце 18-го столетия существовало некое место, уж не помню, то ли Останкино, то ли Архангельское, то ли Кускова, то ли Коломенское, не помню точно. Шутнику стоило только повернуть спрятанный кран, а так, случайно, торчит кран, чего не повернуть, и на него обрушивался целый столб воды. Целый столб, это на самом деле так, это было, только вот не помню где. Останкино, Архангельское, Коломенское, Кускова. Ещё какие-нибудь. Там пруд. Мы уже выбрали. Нам нравится очень Кускова. Кускова им нравится. Красный банк на Кускова. А вам что нравится? Я думаю. Ага. Тогда сейчас жёлтых спросим. О чём думают жёлтые? Я думаю. Ага. Вы знаете, я живу в Кусково. Эта информация мне зачем? То есть, после передачи. И я думаю, может быть, правда, там есть какой-нибудь волшебный кран. Итак. Кускова. 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 Маленькая пауза. Я прошу вас разойтись по каретам. Ещё один заезд на программе «Колесо истории». И мы пойдём дальше. Рассаживайтесь. Путь. Ну, теперь кто? Теперь вы, скажем. Ладно? Ну, где хотите, там остановите. Вот вопрос нашим уважаемым телезрителям. Во времена царствования Алексея Михайловича царь и бояре выезжали в каретах, обитых бархатом, украшенных живописью. Стены парадных комнат тоже обивались роскошными материями. Как назывались эти материи? Стоп. Стоп. Красная, красная. Вот счастливая рука. Жёлтая, жёлтая. Совпало. А здесь? Жёлтая. Да? Очень хорошо. Значит, жёлтые и красные получают дополнительно по 100 верст, чем мы их и поздравляем. Уж, коль скоро мы начали с изречения Казьмы Пруткова, давайте вспомним ещё одно. Тоже известное. Взирая на высоких людей и высокие предметы, придерживай к арту свой за козырёк. Дальше смотрите сами. Кто там? А? Я Самсон Самсоныч. Ты что ли, Никифор? Я Самсоныч. Ну, заходи. Небось, опять денег пришёл просить. Ну... А? Самсон Самсоныч, я только по делу прихожу. Так ты знаешь, сколько времени сейчас? Шесть утра. Шесть утра. Ну, я же вас не учу, когда вам лавку открывать. И вот и вы меня тоже не учите, когда мне свою работу начинать. Эх, Никифор, Никифор, ты посмотри на свои руки. Я шуток. Тебе с такими руками купцом работать. А ты милость-то не просишь, ходишь. Что ж мы теперь, отрубить руки, что ли, из-за ваших пятаков? Я вообще вам не милостью пришёл просить сегодня. У меня к вам деловое предложение. Да? Да. Мы можем с вами заработать по три тысячи рублей. А, садись. Ой, Самсон, Самсоныч, заживём мы с вами. Будем в чернобурых горлатных шапках ходить. Да, три тысячи, это деньги приличные. Чего ж задумал-то? Не-не-не, я себе лучше горлатную шапку из куницы закажу. А что, имею право. Подожди ты с своими шапками. Дело-то какое задумал. Дело моё очевидное. Слышал я, вы выдаёте дочку замуж. Ну, совершенно верно. И что? Правильно. Приданного шесть тысяч даёте? Ну, шесть тысяч. Правильно. Я согласен. Что? Взять её за три. Три мне, три вам. Что? По три тысячи. Горлатные шапки купить. Всё. Пойди отсюда, вон. Это нормально. Я тебе дам. Хороший день. Мы предложили, вы что? Ну, давайте за две. Разговор у нас сейчас с вами, как вы, наверное, догадались, пойдёт об этой самой пресловутой горлатной шапке. Шапки эти высотой до полуметра шились из меха куницы, соболя и так и далее. Полметра шапка. Да, в общем, не в этом вопрос. Вопрос в том, от чего она так называется? Почему? От чего? Шапка называется горлатной. То ли потому, что её носили глашатые, то ли потому, что она шилась из горловой части меха, или шапка выдавалась людям с редким горловым голосом, певчим главных соборов? Мы... Мы думаем, что из... Нет, из горловой части, потому что шилась. Из горловой части, потому что тонкий мех и... Вуаля! Нет, тонкий мех и... А? Олечка! Ну и кто вспомнил, от чего шапка называлась горлатной? Ага, ну давайте. Второй. Мне тоже нравится. Что? Из горловой части. Из горловой части меха. Угу. Да, я тоже думаю, что из горловой части. Ну, естественно... А я думаю, что первый вариант ответа. В смысле, глашатый? Глашатый, да. Ага. Давайте послушаем правильный ответ, определим, кто на самом деле был прав. Горлатная шапка получила своё название от горловой части меха. Мы продолжим этот разговор здесь с этим купцом. А вот и он. А ты мне всё-таки признайся, Никифор, вот ты мне это предложил, делал-то, то из любви к моей дочери или подвигли тебя мои деньги, а? Подвигла меня любовь. Значит, всё-таки любовь к моей дочери? Любовь к деньгам. А-а-а. Ну, рубликов ты у меня не получишь, а вот брюки, вот брюки, пожалуйста. Ну, посмотри, они почти новые. За них рублей тридцать дадут. Да. Воздастся вам, Самсон Самсоныч. У меня к вам встречное приложение, Самсон Самсоныч. Купите у меня их за десять, а? Совсем новые, ну а что? Ну, слушай, Никифор, знаешь что? Я тебе только вчера давал деньги. Ну, ходи ты хоть через день-то. Ну, через день, через день. Я это через вашу через день полсостояния потерял. Господи, а как я раньше жил-то, а? Я же был музыкант. Я же играл в воздушном театре. Сцена была устроена так, что деревья заменяли декорацией. После каждого представления фейерверк. А как меня дирижер любил. Он мне говорил, Никифор, тебе бы в Европу съездить, к Моцарту поучиться. Цены бы тебе не было. Слушай, а что случилось? Почему ты не стал играть в этом воздушном театре? Почему? Потому что воздушный театр закрылся, оркестр распался, вот не могу заработать на кусок хлеба себе. Слушай, возьми, а я и не знал эту страну твоей жизни-то. А интересно, на чём же ты играл? Я играл на трубе. На трубе. Вот у меня тут вот этот инструментик случайно оказался. Ну-ка давай, сыграй-ка что-нибудь, а? Я же не говорил, что я несчастный человек. Почему у вас именно труба нашлась? Вот почему? Что, не могло какой-нибудь другой инструмент прийти? Ага, ну да, да, обмануть. Большая труба. Нет, я играл на маленькой, не играл, я на маленькой играл, а это большая. Я играл на маленькой, не буду играть. Ладно, я не буду. Из всего этого вранья, как обычно, мы вычлением долю правды. На самом деле, в нескучном саду существовал настоящий воздушный театр. Это было такое полукружие огромной галереи, где на самом деле декорацией выявлялись и деревья, и кустарники, и практически после каждого представления зрители могли любоваться сказочным фейерверком. Нам остается только сейчас вспомнить, кому принадлежал этот воздушный театр. Юсупову, Шереметьеву, Орлову или Апраксину. Вот, собственно, и весь вопрос. Итак, это мог быть граф Алексей Григорьевич Орлов или Николай Петрович Шереметьев или Степан Степанович Апраксин или же Николай Борисович Юсупов. Я думаю, что это граф Шереметьев. Ага. Вы так думаете? Да, я тоже думаю, что это граф Шереметьев. И вы думаете, что Шереметьев? У красных что, как консультантов? А красные думают, что это Орлов. Орлов? Да. Ага, Шереметьев, Шереметьев, Орлов. Ну-ну. Воздушный театр в Нескучном саду принадлежал графу Алексею Орлову. Блестяще. И еще маленький последний перерыв в нашей программе. Я прошу по каретам. Последний завет в программе «Колесо истории». Я успею задать вопрос нашим уважаемым телезрителям. И мы одновременно узнаем имя еще одной счастливицы, которой просто так достанется 100 верст. И пока вращаются наши кареты по традиции вопрос телезрителям. В 1817 году Александр Сергеевич Пушкин окончил лицей. Его и других лицеистов этого выпуска называли чугунниками. Почему? Вот и весь вопрос. И уже... Стоп. Так, большое спасибо. О, поздравляю. Я вас поздравляю. Зеленое-зеленое совпало. И красное-красное совпало. Вот зеленое у желтых не совпало. Красным и зеленым по 100 верст. Рассаживайтесь, прошу вас. И мы продолжаем. Мы с вами вспомним еще одно изречение Козьмы Пруткова. Если хочешь стать красавцем, поступай в гусары. Вот мы сейчас и обратимся в холостяцкую квартиру одного из майоров того времени. А вот о дальнейшем вы узнаете из той маленькой сценки, которая будет разыграна пред вами. Здравствуйте, красавцем, слонок из меня. Лизак! Лизоник! Лизунчик! Чего, барин, изволите? Лизочек! Я тут приударил за одной барышней, Лизак. Ну что же, вы, господин, знатные барышни, таких любят. О, Лизочек, в Лазареву субботу под вербой, ну. О, и ты знаешь, где это происходит? Ну, там, 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 там. Как не знать? В центре Москвы. Ну, верно, верно, Лизочек, верно. Ну, так вот. Под вербой она меня и спрашивает, ты представляешь? Говорит, а есть ли у вас такса? А я ей говорю, нет, у меня таксы. Он так моську скуксила. Говорит, ну, без такса вы меня не интересуете. Представляешь, ты говоришь, тю-тю-тю-тю-тю-тю-теньки. О, Лизочек, оказалось, она вычитала в каком-то модном журнальчике, что владелец таксы обладает забидным чувством юмора. А ей такой и необходим ухажер, Лизок. Ну что ж, изволите купить таксу? Верно, Лизонька, верно. Вот тебе пять рублей, Лизок, достань мне первоклассную таксу. Варин, пять рублей за таксу. Лизонька, Лизочек, присовокупляю два рубля. Их теперь меня как ветерман. Семь рублей за первоклассную таксу. Лизонька, Лизонька. Седа мне с вами пьет. Ты меня без ножа режешь, Лиза, без ножа. Рубль сверху. Баста. Все, баста, Лиза, баста. На какие траты не пойдешь ради любимой барышни. Ай, представляешь, моську скуксила так. И говорит, без такса вы меня не интересуете, Лизонька. Не интересую, проказница. Иди, что стоишь, иди. Барин, позвольте вопрос. Ну? А что такое такса? Собака. Что ругаетесь-то? Лизонька, такса это собака. Ну так бы и сказали, собака. Иди, иди, рыба моя золотая, иди. И к чермене, как вечер моя. Вот и пила пока. И опять из всего разговора мы вычленим только нас интересующее. То, что в Лазареву субботу традиционно было гуляние под вербой. Так это называлось. Гуляние это проходило на лобном месте, на том самом лобном месте, где при Петре Первом стояли колья, на которых насаживали отрубленные стрельцовские головы. При Петре Втором, правда, их все сняли. Колья убрали. Но нам сейчас интересно знать, что располагалось рядом с этим лобным местом во времена Алексея Михайловича. Вот это очень интересно. Что там располагалось вот рядом со всем с лобным местом? Кабак, театр. Может, там вообще биржа располагалась во времена Алексея Михайловича? Биржа? Нет, нет. Да, я тоже думаю, что театр, конечно. Ну, наверное, я рискну первый. Да. Видимо, если было заведено туда всем ходить, отдыхать по воскресеньям, гулять, то, видимо, это был театр. Театр? Да. Возможно. Что считают желтые? Я думаю пока что. Опять? Опять. Красные уже придумали. Что, что? Красные придумали театр. Театр. Мы в ожидании. Пусть это будет кабак. Спасибо большое. Пожалуйста. Я тронут. Театр, театр и кабак. На самом деле, что же располагалось в районе лобного места? У лобного места при царе Алексея Михайловича стояли пушки. И был царев кабак, называемый подпушками. Давайте еще на секунду вернемся в эту холостяцкую квартиру. Тем более, что, насколько я понимаю, у майора Прибавления, и вместо таксы, так я понимаю, он зачем-то купил себе Кеннеря. Вот тут есть одна маленькая интересная страничка, которую бы нам следовало посмотреть. Прошу. Черт. Ну так. Твоя! Тихо, 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 тихо. Спокойно, собака бешеная. Господи, кто-то там. Е-моленький мой. Кушай. Не отравись только. А тут такое. Ну-ка. Давай, давай, надо. Ай-яй, спокойнее, спокойнее. Кенненько, кенненько. Не дом, а но и в ковчег какой-то. Господи, еще крокодила не хватает завести. Иди сюда. Чтоб клацал тут зубами. Ай! Господи, ты боже мой. Просто пальчики оближешь. Если, к примеру, вы поломаете себе руку... Не отвлекайтесь. Я не отвлекаюсь, то мы заплатим вам пять тысяч. Если вы сломаете себе ногу... Не отвлекайтесь. Я не отвлекаюсь, мы заплатим десять тысяч. Если вам так повезет, что вас переедет поезд... Не отвлекайтесь. Я не отвлекаюсь. Не отвлекайтесь. Вы станете просто миллионером. Так, скажите, пожалуйста, а могу я застраховать вот это вот небесное... А то и делизочек небесное создание, вот этот вот зефир. Могу я застраховать? Конечно, всенепременно. За три рубля его купил, вы представляете? Представляю. Тварь орет ночью, как будто режут ее. Можем ее застраховать? Можете, да? Если она съест что-нибудь, не дай бог, значит, погибнет. Да, всенепременно. Отравится. Вы возместите мне убытки, правильно? Да. Хорошо. А если я ее отравлю, не дай бог? Тогда, к сожалению, нет. Не отвлекайтесь. Не отвлекайтесь. Я не отвлекаюсь. А если я ее задушу? Тоже, к сожалению, нет. Не отвлекайтесь. Не отвлекайтесь вы. А если я ее утоплю? Приватый, дело в том, что компания заплатит вам только в том случае, если канарейка подохнет собственной смертью. Почему я в это не верю? Я в эти дела, Лизонька, не верю. Все. Я хотел бы... Не отвлекайся. Я не отвлекаюсь. Свободный, не отвлекайся. Близенька, ты тоже не отвлекайся. Свободно. О, а я пойду отвлекусь немножко. Господи, не дома, но и в копчек какой-то. Ну, довольно странноватая любовь ко всем этим животным. Между тем, на Руси всегда существовали люди, которые необыкновенно тепло относились именно к птицам. Богатые люди у себя в домах сооружали целые менажерии. Это такие маленькие домики, большие маленькие домики, в котором содержались певчие птицы. Кенери, соловьи и очень много разных других. Огромные менажерии располагались во дворцах. Или, скажем, в одно время располагались во дворце правительницы Руси-матушки. Вот вам на выбор. Когда это было? При Елизавете Петровне, при Екатерине Второй или при Анне и Анне? Во дворце были сооружены целые менажерии. Повторяю, это большие и малые домики, в которых содержались певчие птицы в огромном количестве. Кто знает точно? Ну? Почему? 29 марта в нашей передаче прозвучали вопросы для телезрителей. Первый вопрос. В 1857 году в Петербурге был построен Балтийский вокзал. Кто был архитектором? Правильный ответ. Балтийский вокзал был построен архитектором Кракаоу. Второй вопрос. Огромное значение имела реформа гражданского шрифта. Окончательный выбор букв был сделан в 1710 году. Кем это было сделано? Правильный ответ. Самим Петром Первым. Имена победителей этого конкурса. Татьяна Викторовна Иванова. Ивановская область. Город Вичуга. Марина и Андрей Павловы. Новгородская область. Поселок Хвойное. Нина Николаевна Решетова. Город Хабаровск. Спасибо вам и поздравляем. К чему пришло высокое собрание? Красное высокое собрание пришло к мнению, что Елизавета. Красная Елизавета. Ну, желтые думают, я помню. Зеленые. Зеленые, может быть, в очередной раз будут ошибаться. Но, тем не менее, есть такое предположение, что при Екатерине этого не могло быть, потому что у немцев это недопустимо. У Елизаветы была астма, значит, Анна Иоанновна. Блестящая логика. Просто блестящая логика. Вы еще думаете? Анна. Итак, красная Елизавета Петровна, желтые и зеленые за Анну Иоанну. Императрицей, устроившей менажерии, была Анна Иоанновна. Вот все правильно и оба ответа верных. Но логика ваша заставляет меня приплюсовать вам еще сто верст. Я сейчас задам один вопрос. Отвечать будут только те гости, которые присутствуют сегодня в нашей студии. Короткая справка. В Древней Руси одним из любимых женских украшений были подвески к головному убору. Они были пропитаны ароматическими веществами. И в них были заложены внутри пахучие травы или кусочки ткани. Как они назывались? Саше. Саше. Принимается дальше. У кого еще? Колты. Не слышу. Колты. Колты. Хорошо. Хорошо, пусть будет колты. Так. Кого еще? Какие предположения? Обруч. Обруч. Так. Все? Ну хорошо, мы не будем долго вас печалить воспоминаниями, тем более, что ответ правильный прозвучал. И давайте аплодировать на самом деле колты. Трудное слово. Сто верст желтым. С чем же пришли мы к финалу? Пятьсот зеленые, шестьсот красные, семьсот желтые. Именно эти сто верст дали возможность желтым выиграть нашу сегодняшнюю встречу. Пожалуйста, призы от колеса истории в студию. Вы знаете, у меня просьба. Окажите мне, любезность, вот этот приз вон туда, пожалуйста, если вам не загрузительно будет, в желтую карету. Я прошу вас сесть в свои кресла, а вас на секундочку остаться. У меня к вам есть маленькое предложение, подкупающее практически своей новизной. Вы прошли на нашей программе семьсот верст, положено пройти тысячу. А мы все, ну, просто в мечтаниях. Ночью нам снится, как мы вручаем чек от колеса истории кому-то из победителей. Хотите пройти триста верст и получить чек? Да. Очень хорошо. Здравствуйте, Резенька, здравствуйте. Доброго здоровья. Здравствуйте. Господин агент, можно вас на пару слов? Извините. Извините. Как себя чувствует канарейка, так, со здоровой? Спасибо вам, здравствуйте. Что им сделается? Я же их не застраховал. Ну что, у вас серьезные намерения относительно Лизы? Да, очень серьезные. Через неделю собираюсь жениться. А что вам так нравится? Ох, обвражители создали. Вы знаете что? Что вы говорите? Да. Тогда скажу больше. Больше скажу. Я вчера лично видел, как бравый усач обнимал мне двусмысленно ее за талию. Да? Да. А где это было? На Соборной площади. Ах, на Соборной площади. Ну и что? Что ж ты, милый? Ей жило почти полгорода. Я позволяю тоже мне город меньше миллиона. Я правильно говорю, Лизенька? Пойдем, дорогая, пойдем. Город нашел. А действительно меньше. Меньше. Миллионы. Меньше. Итак, разговор, как вы понимаете, идет о самой старой площади на Москве. О Соборной площади. Соборная площадь, вот понятно почему. Потому что там замечательные соборы, Успенские. Ну, в общем, вы знаете, что я вас буду утомлять. Вопрос-то очень простой. Когда эта площадь получила это название? Вам сейчас помогут. Вот пред вами. Три правителя. Иван Третий Васильевич, Иван Первый Данилович Калита, которого вы знаете. И Дмитрий Иванович Донской. При ком из них эта площадь стала Соборной? Разнесите по каретам. Вам предстоит сделать только один шаг в сторону той кареты, где, как вам кажется, лежит правильный ответ. Заложен, скажем так, правильный ответ. Ну, буквально в любую сторону. Куда хотите, туда иди, пожалуйста. Соборная площадь стала именно Соборной при одном из них. Дмитрий Донской, Иоанн Третий Васильевич или Иоанн Калита. Донской. Донской. Пожалуйста, один шаг в ту сторону и никаких проблем. Один шаг. Стоп. Значит, сто, сто, сто. Три сто верст. Ответ на вопрос сто верст пройдено. Царь. Один царь. Издал указ о соблюдении чистоты в Москве. И о наказании за выбрасывание ссору и всякого помёту на улице и переулке. Нарушителям грозило серьёзное наказание. Битьё кнутом и внушительный штраф. Кто этот царь? Алексей Михайлович, Павел Первый, Пётр Первый, Пётр Второй или Михаил Фёдорович? Могу повторить. Пожалуйста. Алексей Михайлович, Павел Первый, Пётр Первый, Пётр Второй, Михаил Фёдорович. Пётр Первый. Пётр Первый, верно? Абсолютно точно. Я просто в восхищении. Шагайте вперёд, сто верст пройдены. Как называлась верхняя одежда, предназначенная для путешествий в верховой езде? Вот варианты. Чуга, Армяк, Тегеляй, Терник, Ферязь, Еманча. У вас там ответов нет, я могу посмотреть? Есть. А, есть. Есть у нас тут ответы. Пожалуйста, ещё раз. Чуга, Армяк, Тегеляй, Терник, Ферязь, Еманча. Ферязь? Нет. Ошиблись немного. Чуга это называлось. Тем не менее, вам аплодирует весь зал. И я в потрясении от ваших размышлений. Я прошу вас, откройте, пожалуйста, дверцу. Откройте дверцу. Может быть, вы вообще не туда шли. Держите эту. Нет, 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 нет. Нет, нет. Нам надо, чтобы в вашу честь вспыхнул фейерверк. Обязательно. Без этого просто быть не может. Давайте попробуем открыть вот эту карету. Нам же интересно узнать, при каком правителе Соборная площадь стала Соборной. Тем не менее, я прошу показать крупным планом нашего сегодняшнего победителя. Обернитесь, вам аплодируют зал, вам аплодируют телезрители. А с вами прощаемся ровно на одну неделю. До встречи на программе «Колесо истории». Соборная площадка «Колесо истории». Спасибо. 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 Соборная площадка «Колесо истории» «Колесо истории» «Колесо истории» «Колесо истории»